Девушки отдыхают Мучи нас рассуждать по воле Твоей, Святой Дух Святой да не покинет нас, да исполнит благодать И тайна не сокрытая от Тебя Ты сам открой Слава Тебе, Отечественный Святой Дух Аминь Один удар колокола означает собрать, а не больше, не меньше Так Грамоту выдал? Я на вас Не принесла, сказал, взять с собой Ладно, не надо, уже не надо Нет, там не грамота Уже не надо Значит, Ване я написал Паша Сколько вы были, часов С какого числа Владимир Александрович написал И вам троим Я бываю здесь редко по разным причинам Вот когда срочный аврал на работу Вчера было Я пришел Ты не гляди, что я, коллега Вчера сколько ты написал? Я три, четыре А? Общие Четыре Четыре, до обеда сколько? До обеда две Две А у меня сколько? Одиннадцать А? Одиннадцать Разница большая? Да А как так? Понимаешь, что это? Здесь не силы, ничего Это опыт Опыт жизни и желания Вы все вместе Трое Не могли сделать то, что сделала Вот эта больная Лапушая рука На солнце нельзя Я никогда не смотрю Я просто вам говорю Надо стараться Чтобы сделать еще больше Так Валя Выйди сюда Тебя величать то как? Валентина Надо величать А Сергеевна Сергеевна Валентина Сергеевна Так Несколько дней назад Что у тебя за сумкой было? Дайте латку У меня сумка порвалась А я пришила латку Это была среда Да Вот латку А потом Вот латку пришила Она была раньше или сейчас? Нет Я пришила здесь Потому что здесь сумка была порванная Когда я ехала она была порвана? Нет Порвалась она здесь Потому что я Паше дала с вещами Когда вещи мы стали выносить, сушить Смотрю она под ногами валяется А сверху палатка И видать порвали И я стала зашивать латку Вот латку зашила Почему она под ногами? То есть ты отдала все вещи в ней Были у нее палатки Да А видать упала Или Паша не видел Дальше что обнаруживается? Потом я эту сумку Латку сделала И себе в келью положила Так Ну а что я Ты я признала что она твоя Да Потому что латка же здесь Ну ладно Думаю потом дошью Потом когда пойду дошью Смотрю у меня другая сумка А моей сладкой нету Думаю а где моя сладка Мне же надо дошить Что случилось? Кто то видать Так ну ка объясните Подмена сумки Ща работа Ну сразу пока никуда не уехали Вы знаете что так просто не будет Так что сделал теперь руками за задницу Чтобы не было Не посягай на чужое Если пострадал как христианин То прославляй Бога за такую участь Только бы не пострадал как злодей Как вор Как посягающий на чужое Посягающий Кто это сделал Нестор? Не знаю Кто подменил? Не я Атьяна вообще Вот это ваша сумка? Нет Чья это сумка? Не моя Нет Ну ка давайте определите Моя только в келье лежит Она такая только в келье За тумбочками лежит Вот скорее всего вы наверное Вот на мою думаете Принеси вашу Ну у вас такая же сумка? Да Ну вот она у вас Один говорит нет Другой да Да или нет Не сговорились? Не сговорились? Другая Она побольше Вот она больше Ну ка она больше Ну как ты можешь определить больше Нет Она длиннее Разверни Где твоя сумка? Скажи Ну покажи Принеси быстро Сейчас разберемся здесь Лукавое подозрение Кортит репутацию И грех накладывает на того Кто будет обвинять Нам это не надо Но Мы знаем что и посягновение на чужое Тоже есть За ребятами это было Где еще можно поесть Они все время голодные Сухой лежал компот Разворошили Дырку сделали Оттуда таскали Ты помнишь? Нет? Такого не знаешь? Нет Сейчас придет спросим Это еще на столе есть Подгребают все подряд Тащат Такая сумка А вот такая зеленая была? Да Иннах у вас была? У меня дома была такая Но у меня сейчас красная Игнатий Тихонович Когда мы сюда приехали Мы там поставили сумки И у Несорки замочек Как раз так же и порвался Я думаю то что наоборот Вот эта порванная Несоркина А вот эта башня Вы по вашему чинили На чихулю сумку выходит У меня так же порвалась У меня порвалась Порвалась Я вот это Это выходит Я эту чинила А здесь кто шил эту сумку Я не шила Мы не шили Мы их положили там За тумбочки Они так и лежат А у меня куда то пропало почему то У вас вот эту я сумку нашла Значит это вашу я чинила Вы что говорите Ваша или не ваша У тебя не было сумок А почему Ты принесла одну только сумку Одну я принесла Одну Почему вторая появилась в келье, а этой сумки не было? Вторая в келье кто принес? Не знаю, не знаю. Ну забыла, сходила, взяла и забыла. Нет, не забыла. Мы туда не смеем ходить. Вот эта с заплаткой сумка. Та, может быть, лежала, а ты посчинила и считаешь, как свою, а та-то твоя и лежала. Ты чужую посчинила и сама принесла. А зачем я бы туда на вещевой положила свою сумку? Ну, в общем так, ну давай, доказывай. Сумка без заплатки оказалась четверг почему-то у нас в келье. Мы стали удивляться и девочкам высказывать свое удивление. Они посчитали за свое предположение одно. Они увидели лежит сумка и сказали, наша сумка валяется, занеси ее к себе, ваня или... Ну, потом, ладно, дадим, родной братце. Вот так может быть? Да, может быть. Да не может быть, потому что к келье туда девочкам нет доступа. Ну, может быть. Как эти сумки оказались, мы не знаем. Ну как, я еще могу сделать. На вещевом складе сумка с заплаткой оказалась сегодня утром. Ее там не было. Вы слышите, что? Брали, подменили, занесли в келье. Кто это делал? Нет. Такого еще никогда не было. Ввиду неясности. Вот это вот здесь зашито. Это, скорее всего, их... Так, ваша версия какая? Случайно. Они думали, что это и сумка. Я так и сказал. Это лучшая версия. Лучшая, безобидная. Почему она наказывается на складе? На вещевом вот эту сумку заплатит. Так, ваша версия какая? Не знаю, какая тут игра. Ну, не знаю, я тогда ответ не знаю никого. Вот это моя сумка. Потому что перед выходом мы уезжали, я вот тут не засыпалась. Так, могу я их рассматривать как воров? Нет. Постегающих на чужое? Нет. Встань на место, что-то. Мы даже не жали об этих сумках. Ни сумка, ни их. Мы даже не жали об этих сумках. Мы даже к ним не прикасались. Мы их привезли сюда. Спрятали за трубочки. И ни разу... Вы не виновны, перед Богом. Не виновны, нет. Не виновны или виновны? Нет. Лучше сейчас сознаться с собой. Ты, Паша, что-то брал, пускал? Нет. Кто-нибудь девчонки брали на переносинку? Нет. Все. Вопрос закрыт. Вопрос закрыт, больше не надо пояснять. Не засоряйте мне мозги. Мукавый. Так, закрыть ввиду неясности. Вот это их. А если не так, обе сумки сжечь, как подозрение, попали сумки. Люди не попали. Сумки научились ходить, сами зашли. Мы их уничтожаем. Все, разберитесь. Я сказал, разговор закончить. Мы можем принести свои сумки. Тема закрыта. Это не моя сумка, вот моя сумка. У нас подозрение падает на сумки, а не на людей. Поэтому сумки нужно уничтожить, арестовать. Сегодня на костре мы их сожжем обе. Я не дам. Не, а мне вещи некуда. Ну, 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 тогда все, ничего и не было. Ничего нету, я беру эту сумку. Инцидент исчерпан. А я куда вещи? Без наказания я не оставлю, поймите. Такое дело. Так, второе. Вы часто заходите в зал. В зал там запрещается заходить без разрешения, как келью. Вы там все время, то бумаги берете, в просе часто. Там рядом лежат вафли и прочее. Кто брал их? Они лежат не так, как заметила Любовь Николаевна. Класс, и не трогала. Ну-ка, Ваня, выйди сюда. Я даже не видел. Я говорю про себя не знаю. В прошлые годы было. У нас здесь лежали продукты. Лежал компот. И пальцем мы продырявили с братом и таскали сухой компот. Нет, не с братом. Было или не было? Было, но не с братом. А с кем? Это было не здесь, а было вон там. Вон там. Там был. И там я был только один. Один, другого за собой не тянешь. А то за паровоза пойдешь. А кто там брал, я не знаю. За паровоза. А теперь ты с этой? Да. Все, остановись. Не виновен. Компот уничтожаем. Сам бегал. У нас все просто. До доказания не останется. Виноват неодушевленный предмет, и мы его уничтожаем. Через кастрюлю в рот. Так, вопросы все сняты. Так, три грамма-то я вам выписал. Справки лежат. Чтобы вы не помяли. На полочке. Так, ко мне вопросы какие? Нет. Нет вопросов. Сейчас Любовь Николаевна несет следственные документы. Подожди. Давай. Вот они подолгу сидят, рисуют. Вот такой один документ есть. Так, Фрося и Тимоша. Тимоша на пьедестале. Посмотри как. Кто рисовал? Немножко распрылась. Владимир Ильич, немножко расплылась. Вода попала. Это что такое? Вода попала, немножко расплылась. Фрося какая-то. Городкая юбка что-то. Фрося. Ну это при нем рисовали еще? Да. Чтобы не позаглазать. Так он чемпионом провозгласил на пьедестале. А у тебя, Фрося, юбка-то выше колен. Щукся не мытая. Ну еще что там? Давай. Это кто рисовал? Это мы рисуем. Вот это какая-то экзотика ручку разрисовывали. Ну а это что? Это взрыв на макаронах. Еще есть благодарность Никите. От старшины Енату. Напишу на благо. Напишу на благо. У вас все заняты, нет? Работай. А то сейчас работу новую дам. Так, работайте, соберите, чтобы ни одной порошинки на не было. Поняли, нет? И в одно место покажи, куда сваливать кору. Потом будете брать. Потом прикрыть ее. Все. Благодарим Бога, что Господь нас спас. Ваня, я смотрю сейчас фотографии. И ты там зашел в зал, где сидят молодые. Фуражки так не снимаешь. Что она у тебя прикипела к голове, что ли? Господи, слава тебе. Ты помиловал нас. Спаси и сохрани от воровства, от пожара, от нечистой силы. От всего, что не славит Твое Святого Имя. Научи нас довольствоваться тем, что Ты даровал нам. И уметь делиться с нуждающимися в нашей помощи. Обходиться малым. Имея пропитание, одежда, быть благочестивым и довольным. Ибо ни один вор в Царствие Божие не войдет. Тебе, Боже, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так. Заняты? Работа у всех есть? Да. Все, с Богом. Папа, покажи мне. Это точно не мое. Ну, не знаю, Паша. Вот это... Я тебе сумку давала? Я тебе давала. Все, я потом ее забрала.